здравствуйте излишних слов берем дробовик и ем убивать монстров ведь именно за этими здесь но тем не менее эта карта не простая у нее есть задумка которая покажу совсем скоро и задумка чисто визуальная но довольно интересно давайте холлайта выведем из этой комнаты чтобы взять оружие по лучшим появляется очень много демонов здесь становится даже немножко теснова да мы справимся просто заставим пинги немножко покусать бородов не смотря на то что они все розовые так нажмем переключатель чтобы открыть и ворота и стараемся убивать импов не затронув холлайдер у меня затронул зараза это мы делаем для того чтобы стравить его с этим паучком и у нас то получается так вот пока эти ребята выясняют отношения вздумка этой карты в путешествие во времени ни много ни мало то есть мы находимся в лесу и переносимся во времени вот в рамках вот этой вот долины здесь мы можем видеть ее и вот такое построение которое построили видимо какие-то древние цивилизации только начинающие свой путь хорошенько посмотрим на это место но и двинемся дальше посмотрим чему это приведет но у нас это приводит тем не менее к пулемету который пока что не будет нам особо полезен но тем не менее хорошо что у нас есть так здесь в этой комнате есть холлайт так и попробую ввести его сюда чтобы он сражался с манклбусом да ты что ну ладно я ему придется все дела самому нет наверно плохая идея и мы займемся чуть позже пока нажмем вот этот переключатель из этой стены появятся пулеметчики но внизу будут ждать наши старые не добрые невидимые знакомые дальше спрыгнули я просто хотел запрыгнуть сюда просто потому что еще один переключатель который высвободит еще больше них невидимых засранцев и здесь я хочу кое-что интересное проверить нажмем приключатель как видим здесь ревенанты находятся также освободятся вот эти вот летающие штуки которые стреляют их ракетами и да они пытаются да они сражаются то есть у них вроде бы одинаковые снаряды но они все равно друг друга пытаются убить когда ранят и кстати о ранениях это было сильно больно но это просто интересно потому что по идее механика инфайтинга завязана на разных снарядах то есть снаряды одинаковые если конечно хискан то монстры не сражаются друг с другом как например холлайта и барона но здесь тем не менее это не работает видимо последствия дихака или еще чего-то чего я не в курсе не менее смотрите что времени добились может какой храм они построили или какое бы ни было это строение но я просто еще здесь становиться посмотреть на это все и колонна и пирамида красиво мы наконец-то находим ракетницу который нам очень скоро пригодится вот здесь мы можем видеть что текстура немножко кривая на это не просто так вы видите немножко вдавлена стена это значит очень простую истину здесь секрет который полезен в этой ситуации которая может очень быстро пойти не так потому что после того как вы нажмем вот этот переключатель высовываются всевозможные адские силы которые улетели очень неудачно обычно они здесь у двери толпятся их можно легко из ракетности разнести но не сегодня еще неподалеку арчвайл должен быть да и он воскресился планку бус красавище и он продолжает это делать что такое что за вредитель не менее мы находим следующий цикл здесь просто одинокий арахнотрон который любуется видом зачем же он любуется летающая тарелка уничтожила старания этих древних людей безобразия и серьезная этого не допущу пошли мстить благо что здесь есть плазменная линдовка которая нам это поможет немного поднимаемся по этой чудной лестнице который иногда выстрелы не пропускает вау отличный дабл хил а и 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 В какой-то момент здесь появляются инопланетяне в стелсе. Но ничего криминального. И здесь просто два паучка, которые любуются новым видом. Интересно, что там. К слову, мне всегда нравился вот этот эффект. Не знаю, как это объяснить, но вы видите. И инопланетяне возвели эту свою структуру с каким-то порталом. Давайте же все-таки пойдем туда и посмотрим, в чем дело. Какая вот интересная, чисто с визуальной задумки карта. Достаточно тесноватая, но в ней бои хорошо спроектированы, они мне нравятся. Ну и, как вы видите, карта называется «Вокруг света за 8000 лет». То есть мы каждый цикл, по сути, проходили. Каждый цикл занимал 2000 лет. То есть там ребята строились как-то, строились. Потом пролетели инопланетяне, сломали все это и построили на этом месте свой портал. Честно, я не в курсе сюжета этого лада, мне как бы все равно. Но тот же Ancient Alliance, например, с которого этот лад явно какие-то вещи для вдохновения брал, он был знаменит своими теориями заговора и так далее. И, видимо, здесь тоже такие же моменты. Тем не менее, следующий уровень этого лада, он прям, не то чтобы мне взорвал мозг, но очень меня порадовал своей креативностью и те, кто играл, наверное, знают о чем я, вот, но всем остальным ожидайте следующего эпизода, потому что оно того стоит. Ну и спасибо за просмотр и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok